Объектно-ориентированное программирование Практика Создание проекта библиотеки классов В предыдущих главах были рассмотрены основные концепции объектно-ориентированного программирования В этой главе создадим приложение, в котором на практическом примере применим большую часть этих концепций Вначале создадим новый проект по типу Console Application который назовем Bank Application Консольное приложение После этого создается стандартный пустой проект класса Program и методом Main Это будет главный проект приложения Program Main Но для хранения классов и интерфейсов нередко создаются отдельные проекты в рамках которых все классы компилируются в файл библиотеки DLL Которые затем подключаются к главному проекту Поэтому добавим в решение новый проект Вот у нас обозреватель решений Решение Bank Application Нажимаем правой клавишей по нему Добавить И выбираем создать проект Ну или New Project ADD New Project Если на английском В качестве типа нового проекта выберем шаблон Класс Library Библиотека классов И назовем новый проект Bank Library Вот у нас появился После этого в решение добавляется новый проект Который по умолчанию имеет один файл Класс 1.cs Он нам не нужен Поэтому удаляем этот файл Этот проект будет содержать все классы Которые будут использоваться главным проектом Наше приложение будет имитировать работу банка И прежде чем начать работу над приложением Выделим сущности, которые будем использовать А также отношения между сущностями Ну в частности здесь мы можем выделить Такие сущности как сам банк Банковский счет Счета бывают различных видов Например счета до востребования и депозиты Соответственно будет несколько сущностей счетов Первым делом добавим в проект Bank Library Новый интерфейс Который будет описывать функциональность банковского счета Давайте попробуем сюда нажать Вот интерфейс Назовем его IACC Добавить Вот у нас появился интерфейс При проектировании интерфейса следует помнить Что он определяет общий функционал Который должен обязательно быть реализован в классах Применяющий данный интерфейс Причем все члены этого интерфейса являются публичными или общедоступными То есть если необходимо определить и использовать в классе Какие-либо свойства, методы, события Которые не должны иметь модификатора Public То интерфейс для определения подобных свойств и методов не подходит Итак мы добавили в проект Bank Library Интерфейс IACCOUNT Который будет иметь следующее содержание В данном интерфейсе определяем два метода для того, чтобы положить на счет и вывести средства со счета Для реакции на изменение состояния счета мы будем использовать событийную модель То есть обрабатываться различные изменения счета через события Для этого добавим в проект Bank Library новый файл ACCOUNT STATE HANDLER CS В котором определим делегат и воспомогательный класс Давайте класс создадим На самом деле аккаунт STATE HANDLER это не класс, а делегат Просто я не нашел как добавить просто делегат Поэтому мы здесь просто запишем Вот такой объявили делегат И теперь измерим немножко наш класс Назовем его ACCOUNT EVENTS ARX Делегат аккаунт STATE HANDLER будет использоваться для создания событий А для обработки событий также определен класс аккаунт VENTS ARX Который определяет два свойства для чтения Сообщение о событии и сумма на которую изменился счет Теперь определим основной класс приложения ACCOUNT Но это в следующем уроке